Как снять вот такой кадр? Или вот такой? Или такой? Кому-то может показаться, что снять такой шот слишком просто, и это недостойно такого видео или целого видео про такие шоты, но я делал это впервые и столкнулся с некоторыми трудностями. Сегодня хочу рассказать в двух словах, как я делал рекламное видео для магазина корейской косметики прямо у себя дома в этой комнате. На западе это называется продукт видео или продукт фото, но у нас есть емкое и короткое слово предметка. Снять предметку, снять предметку фото, предметка в студии. Недавно я занимался предметкой, мне подогнали несколько пакетов косметики, я уже отвез ее обратно в магазин. И я дома у себя здесь в своей комнате экспериментировал с разными фонами, с бумагой и со светом, делал какие-то ракурсы. На самом деле на русскоязычном ютубе у нас не так много видео про предметку и где бы объясняли, как снять тот или иной шот, как выставить свет и все такое. Возможно, я плохо искал. Если кто-то смотрит такие видео, пожалуйста, свисни в комментариях авторов. Я давненько посмотрю за двумя ребятками. Это Дэниел Шифер и Астон Пол. Второй, кстати, делает побольше видео, чем первый, потому что он конкретно специализируется на рекламном видео всяких разных бутылок вискарей, кофе, банки, склянки. А Дэниел Шифер в последнее время вообще конкретно угорел по предметке рекламного видео. Снимает там про всякие монстры Энерджи, Пейпс, Колу, Принглсы. Но он действительно делает очень крутые видео. И самое интересное, самое главное, он подробно рассказывает, как сделать то или иное действие. Он очень подробно рассказывает про монтаж в Final Cut, как снять какие-то вот как раз-таки продукт, видео. Вообще вот эта категория Backstage очень интересная, потому что из нее можно подчеркнуть такие вещи, которые ты не расскажешь. Ты просто смотришь, как что выглядит и просто повторяешь. Поэтому если тебе такое интересно, я могу делать это немного чаще. Сегодня расскажу, как снять такое рекламное видео. И в конце я покажу свою монтажную линию, пока у меня еще она свежа в памяти, пока я еще не удалил проект. Смотришь видео, а лайк до сих пор не поставил. Итак, первое, с чего тебе нужно начать, снимая такие видео, это на самом деле определиться с концепцией, с количеством кадров и какие кадры тебе нужны. У меня на самом деле не было конкретной задачи, как обычный клиент позвонил и сказал, я хочу, чтобы было классно, динамично, красиво, современно, чтобы была какая-нибудь интересная музыка. И в общем наговорил мне много таких вот абстрактных слов, из которых я вот типа придя домой, сел, начал думать и до конца не придумал, какое должно быть видео, а просто взял у нее 4 пакета разных красивых бутыльков, принес домой и начал снимать. Я честно делал это впервые, и поэтому как придумать концепт для такого видео, я пока что не знаю. Когда начнешь снимать уже непосредственно сам продукт, тебе понадобятся обязательно 2 вещи, которые ты будешь использовать. Это свет, которым ты будешь освещать свой продукт, и фон, на который ты будешь вставить продукт. Я использовал вот такую бумагу, которая продается в магазине художников. Давненько я не посещал такие магазины, я на самом деле раньше ходил в художку, рисовал, это было 100 лет назад, и я не дошел до такого уровня, чтобы я мог начать писать картины, и я на самом деле восхищаюсь людьми, которые умеют это делать, и это очень круто. На самом деле художники очень шарят в свете, в тени, и во всех этих делах, и они еще нам, операторам, дадут прикурить по всяким там постановкам, светам и прочим. Поэтому художники, вам вообще отдельный респект, я вам восхищаюсь. Возьму один лист зеленый, возможно подойдет для Кейнга, может быть и нет. Короче, я использовал вот такую цветную бумагу, которую я купил в художественном магазине. Эта бумага называется, не знаю как она называется, короче она продается там, и вот такие там есть разные цвета. Это не бумага для фотофонов, это просто обычная бумага, на которой рисуют. Ее есть много разных интересных цветов, и самое крутое, один лист такой бумаги стоит очень недорого. Вот такой листочек мне обошелся всего 120 рублей, тогда как типа большой фон там стоит, по-моему, в районе 4000 рублей. И как бы ты не можешь себе купить много разных цветов, пока ты еще не понял, какой конкретно тебе нужен цвет. Поэтому самый бюджетный вариант, съездить в магазин для художников, и там прикупить вот такой бумаги по 120 рубчиков. Из этого фона я сделал себе циклораму, построил прямо на столе. У меня есть такой большой квадратный стол, я его обернул черной тканью. Сзади он прикреплен к листу картона, а лист картона прикреплен к колхозным метам, к стойке. Он просто здесь стоит вот так, чик. Дальше, когда ты установил фон и уже определился, что снимать, ты ставишь свет. Желательно, чтобы у тебя был большой источник света. В моем случае это лампа Godox SL150V, с самым, по-моему, большим октобоксом. Это восьмиугольный стоксбокс с сотами. В некоторых шотах я использовал соты, в некоторых нет. Ну, в большинстве случаев я соты не использовал. Хорошо бы иметь на самом деле правильную стойку для такой съемки. У меня стойка не очень подходит. У меня, то есть, обыкновенная тренога. Есть очень крутые стойки, называются C-Stand. Эта стойка состоит из трех секций. Получается, ее можно ставить под разным углом. Короче, грубо говоря, журавль. К такой стойке можно тоже докупить отдельную штангу, но все что-то не доходит руки. Хотя, конкретно в этой бы съемке такая стойка бы очень пригодилась. Дальше, когда ты установил такой софтбокс, можно поиграться с каким-нибудь дополнительным светом. В моем случае я использовал дополнительный свет. Это Apoche MC. Короче, вот такой вот фонарь. Он повсюду мелькает на YouTube. На самом деле, такой фонарь, я даже не знаю, для чего он может пригодиться, кроме вот как для вот таких вот маленьких съемок, потому что, ну, больше, мне кажется, его нигде не задействует. Он не дает много света. Но зато у него очень маленький размер. Вот такой вот он всего-навсего, как с ладошку. У него очень удобное приложение. Можно делать разный цвет, какой тебе захочется. Также я использовал еще один фонарь для того, чтобы убрать тень, которая у меня получалась по противоположной стороне бутылька, потому что, ну, свет я не мог поставить сверху, а он у меня светил постоянно с одного бока. И со второго края я поставил вот такую лампу. Это Young Note 300. На самом деле, это самый первый фонарь, который у меня вообще появился, который я первый прикупил. Это LED-панель. У него 300 таких LED-лампочек. Ну, отсюда, собственно, отсюда и название Young Note 300. Такие есть Young Note 100, Young Note 600. На самом деле, хорошая лампа, но она немного портит баланс белого, потому что, типа, этот настраивается на 5500 кельвинов. Это вообще непонятно какое. И, то есть, она дает какой-то неприятный оттенок. Но, возможно, очень слишком сильно я запарюсь по этому поводу. И на самом деле, там ничего не давало. Может быть, вышло и нормально. Короче, что касается аппаратуры. Я использовал свой GH5 и к нему ставил объектив. Это 40-150, Olympus. Это телевик. Почему я использовал такое длинное фокусное расстояние? И почему я не использовал 18-35 Sigma? Хотя многие используют в предметке конкретно этот объектив. Потому что фон узкий. И для того, чтобы сузить перспективу, я все снимал где-то на 50 мм. То есть, эквивалент получается 100 мм. Я все снимал на 50 мм. Это получается эквивалент умножаем на 2. Потому что кром-фактор 2. Это получается на 100 мм я снимал всю предметку. Короче, я все снимал на диафрагму А4, А5 и А6. Если бы сзади черной бумаги мне не стояло, у меня бы отражалась стена. Еще фишка в том, что нужно всегда поджимать диафрагму. Вот сейчас у меня диафрагма на 5 стоит. И можно даже еще на 5,6 поджать. Для того, чтобы фон сзади у нас провалился. Получается, фонарь я отодвигал от стены в противоположную сторону. Отодвигал где-то на метр от нее. И ставил диафрагму. Немного поджимал до 4, до 5,6. Для того, чтобы, во-первых, у тебя весь объект был в фокусе. Для того, чтобы пятно фокуса не оставалось где-то. А у тебя весь объект был в резкости. И для того, чтобы задний фон у тебя провалился целиком в тень. Вообще, по своей специфике, кадры были у меня не сильно сложные. В основном это все статичные шоты. У меня были дома какие-то сухие розы и блески. Я использовал вот такие кадры в динамике. Для того, чтобы хоть немного придать кадрам динамичности по-всякому катал эти пузырьки. Но ничего интересного не вышло. В будущем хочу больше поэкспериментировать. Вообще, предметная съемка на самом деле такая, сродни какой-то медитативной такой вещи. Потому что ты полностью погружаешься в процесс. Тебе никто не мешает. Ты один. С тобой камера и с тобой объект съемки. Всем рекомендую попробовать. Причем, что это не такое уж и затратное. То есть тебе понадобятся всего лишь там 2 бумажки по 120 рублей. И один большой источник света. Лайк поставь. Не хочешь? Немного расскажу, как я монтировал этот проект. На самом деле, задача была на выходе получить 15-секундное видео. Потому что это видео будет прокручиваться на телеке. И на экране в кинотеатре перед фильмами. Хрометраж должен был быть 15 секунд. 15 секунд я не уложился. Потому что добавились кадры из магазина. В общем, вот так выглядит у меня проект. Я ей предложил 3 разных варианта. Я подобрал 3 разных трека. Откакал я их, естественно, на Epidemic Sound. Подбирал я музыку в разделе Hip-Hop. Тут есть очень интересный такой раздел. Типа Альтернатив Hip-Hop. Или Old School Hip-Hop. Или Mainstream Hip-Hop. Вообще, очень классные треки здесь есть. Всем рекомендую. Мне кажется, они наиболее подходят под вот такое типа. И я ей предложил 3 варианта. Подобрал 3 разных трека. На самом деле, это было непросто. Как всегда, музыку я выбираю от часа до нескольких дней. Первый вариант ей не очень зашел. Он был довольно агрессивный. Но я потом сам, когда уже смонтировал, я понял, что слышится довольно агрессивно. А целевая аудитория магазина 40-50 лет. И я подумал, что им не очень зайдет. И поэтому выбрал такие нейтральные треки. Перед тем, как я начинаю монтировать, я отбиваю его марками. Здесь есть вот такие пики, по которым я менял кадры. Это пики обозначают биты. И здесь можно было бы просто буквой M отмаркировать каждый бит. Но я так делать не стал, потому что их и так видно. И поэтому я ориентировался исключительно по вот этим волнам. В основном здесь под каждый бит, для того, чтобы наблюдать динамики хоть какой-то, я использую Scale. Здесь Ctrl-V. Использую ключевыми точками приближения, отдаления. Все снято в 4К. А здесь вообще видишь два разных кадра. То есть крупный и общий. Здесь тоже такой интересный момент. Я решил попробовать сделать такую шевеленку. Вот здесь я просто вращаю штатив туда-сюда. И я знал, что у меня есть снятый кадр такой же в магазине, когда я попросил ее поставить банку. И я резко дернул камеру вправо-влево. Мы сделали так несколько раз. И получился такой переход. То есть кат я делаю там, где смаз заканчивается. Он тоже придал динамики. Здесь у меня тоже два разных шота, хотя их можно было также увеличить. И отсюда на крупный план. Вообще на монтаже выработался концепт рекламы. Мы уже потом вместе с клиентом поняли, как такая реклама должна быть. Типа клиент приходит в магазин, первый кадр, как она заходит. И потом идет косметика, как она берет, выбирает ее. И хорошо было бы показывать предметную съемку той банки, которую она берет. Вот, например, она берет. И здесь хорошо было бы показать вот эту бутылку. Здесь тоже переход. Резка камеры я делаю вниз. Склейка по движению. Я попросил ее тоже банку поставить сверху вниз резка. Типа везде мелькает. Beauty Box, Beauty Box. 25 кадром. Здесь я использую сплит-экран. Сплит-экран делается просто. То же самое, не нужно никаких ни плагинов, ничего. 4 кадра в стопке, которые используются здесь по очереди. Каждый из этих кадров ключевыми точками. Каждый кадр отъезжает влево и кропается. Вот, видишь, у меня здесь справа кроп на 1000 пикселей. Он уезжает за кадр. Этот же самый шот. Вот он внизу появляется дальше. И въезжает также справа налево. Вот. Здесь я использую титры. Также подбит. Шрифт Бибас. Здесь очень резкая смена кадров идет. Ну, типа, весь ассортимент, который она выбрала, получает на, в общем, свой пакет и уходит. Здесь идет переход на лого. То есть я камеру кидаю на подстойку, где написано ее лого, и просто склеиваю. В общем, такой несложный монтаж, который можно сделать буквально за, там, час. Я делаю четыре варианта в одном проекте на Gap, для того, чтобы они не смагнитились. Использую Gap. Это можно было бы сделать в разных проектах. Вот у меня здесь, видишь, я, типа, начал делать сперва в разных проектах. Но потом понял, что я использую одни и те же кадры, и проще эти кадры перетаскивать непосредственно прямо в проекте. Ну, ты берешь вот так, раз, и перетащил сюда какой-то кадр. Или там отсюда берешь и используешь вот здесь. Или шрифт, например, берешь сразу же, отсюда перетаскиваешь на соседний клип. Здесь я использовал, видишь, побольше звуков. Это конечный вариант, который у нас вывелся в итоге, который будут показывать и на театре, и на телеке. Надеюсь, после этого какие-нибудь тетки придут и купят у нее, в общем, крем для лица. Ну и напоследок хочу тебе показать один секрет-не секрет, который можно использовать на постпродакшене, и при этом использовать всего лишь один фон. Да, кто-то скажет, можно было использовать гринскрин, зеленый экран, и потом любой цвет, какой есть, просто вставлять, и все. Но я не люблю заморачиваться с гринскрином. Вернее, я просто не умею на самом деле это делать. Я пробовал что-то. Вот, я купил зеленый листочек, и хотел попробовать заморочиться с кейингом, но что-то так туго все шло, и нужно было там больше делать экспериментов. Короче, рекламу нужно было сделать буквально там за один день. И в итоге с гринскрином я перестал заморачиваться, и кейинг не использовал. На самом деле, если у тебя однородный, однотонный фон, ты можешь в Final Cut и на Post Production сделать абсолютно любой фон, не используя при этом кейинг. Вот что для этого нужно. Типа ты выбираешь кадр, заходишь в Colorboard сюда, открываешь Hue Saturation Curse, нажимаешь Hue vs Hue, ставишь пипеткой. Тот цвет, который ты хочешь поменять, определяется вот здесь точка. Либо делаешь пару точек здесь, отсекаешь этот цвет и просто поднимаешь, либо опускаешь, и вот у тебя меняется, видишь, синий меняется на розовый, и заказчик никогда в жизни не отличит, что это у тебя фон, типа розовый, или ты на Post Production просто поменял цвет. Видишь, некоторый цвет не подойдет, потому что синий начнет меняться. Тот цвет, который у тебя присутствует непосредственно в твоем продукте, тоже начнет меняться, поэтому нужно менять строго тот цвет, который у тебя, которого у тебя фон. Про, кстати, цвет и баланс белого я недавно рассказывал в последнем видео, если до сих пор не видел, посмотри. Там я тоже рассказываю некоторые фишки, как поправить баланс белого. Кому-то этот урок показался чересчур простым, и типа это было само собой разумеющееся, но я думаю, что некоторые не знали о таком, и поэтому такое видео тоже имеет место быть. Так же, как и это видео, в котором, типа, тоже казалось бы все просто, поставил свет, поставил банку, поставил камеру и снял ее, смонтировал. Но я думаю, что каждый раз, когда ты смотришь такие видео, ты что-то новое для себя подсекаешь. Я, например, смотрю все западные видео по монтажу и по съемке для того, чтобы узнать что-то новое. Причем, что типа я смотрю в названии, я знаю, как это снять, я знаю, как это смонтировать, но каждый раз я для себя нахожу что-то новое, потому что нужно не переставать учиться. Мы работаем в таком направлении, в котором каждый день что-то меняется, что-то приносится новое. Поэтому нужно каждый день что-то узнавать, смотреть больше контента, больше читать, смотреть что сейчас модно, актуально, что сейчас в тренде и стараться каждый раз повторять тот или иной урок, который ты только что посмотрел. Поэтому на сегодня все, надеюсь тебе это видео было полезно, ставь лайк, если тебе оно понравилось, ставь диз, если тебе оно не понравилось или показалось странным, я налил тут много бесполезной воды, я не обижусь, я только рад, если ты пишешь честные комментарии, стараюсь на все тебе комментарии отвечать, даю каждый раз обратную связь. А на этом все, быстрого тебе монтажа, хороших удачных кадров, пока!